Сегодня мы с вами находимся на Елагином острове, который располагается в центре города Дель-Теневы между Польшой и Саной Невкой. Площадь этого острова 124 км. И основная часть принадлежит пейзажному парку. Ну а теперь несколько слов об истории этого острова. В 1777 году этот остров был пожалован обергавмистеру императорского двора Ивану Елагину. А после смерти Елагина остров переходит в руки графа Орлова в 1883 году. Ну и потом, в 1817 году, граф Орлов уже продает этот остров в казне. И вот с 1818 года этот остров был перестроен. Ну главным проектом, главным руководителем этого проекта был Карл Росси. Для него это был очень ответственный проект. До этого он работал в Москве, Екатеринбурге. И, собственно, это был первый проект, можно сказать, в Санкт-Петербурге. И он перестраивает все здания в стиле классицизма на этом острове, строит пристани и летние павильоны. Также это было любимое место отдыха всей императорской семьи. Они любили здесь отдыхать летом. В том числе и супруга Павла I Мария Федоровна, которая долгое время прожила с Павлом в Павловской резиденции, в Павловске. А сюда она переехала, будучи в преклонном возрасте. Это было абсолютно правильное решение. Поселиться именно здесь, в центре города, вдали от городского шума и святы. Это было любимое место отдыха членов императорской семьи вплоть до революции 1917 года. А перед нами, вы видите, простирается масляный лук. Своё название этот лук сохранил вплоть до настоящего времени. Оформлен он в английском стиле. И также главный мастер ландшафтного пейзажа был Джосеф Буш-младший, английский мастер. Ну, здесь во времена правления императоров, во время правления Николая I, на день рождения его супруга Александра I. Каждый год 1 июля здесь проходили парады кавалер-гардов, устраивали фейерверки. Также раздавали угощения, бесплатные угощения гостям этого мероприятия. Ну, как я сказал, название масляного пейзажа сохранилось до настоящего времени. А что касается гостей, традиция устраивать народные праздники вплоть до революции 1917 года. Отсюда открывается великолепный вид на дворец. Первоначальный проект был построен Джакомом Кваренге. Ну, а основной проект, как я уже говорила, Карл Росси, строят его в стиле классиций. Вообще, Елагин остров – это излюбленное место петербуржцев и гостей нашего города. Здесь можно погулять, отдохнуть, пообщаться с друзьями и даже позаниматься спортом. Ну, и вообще насладиться прекрасной окружающей природой. Так что приезжайте погулять на Елагин остров. Субтитры создавал DimaTorzok